по-моему это может практически любой человек научиться то более-менее энергетику маленько чувствует человека в багажнике машина можно найти очень легко вы можете даже человека найти по этой по яндекс карте кстати я пробовал ну то есть вы не должны знать где человек находится ну просто должны район знать и можете тактильно определить где человек даже на яндекс карте находится примеру можете уточняющие вопросы задавать ты находишься вот в этой части района если человек говорит да вы уже начинаете там уже приближай да и начинаете там искать потом ты находишься вот среди вот этих домов и он говорит да и вы начинаете вот уже искать вот среди этих домов раз пошли вибрации пошли ощущения вы например и вы говорите ты находишься вот в этом доме и он говорит да откуда ты знаешь ну потом начинает предполагать, что у тебя есть GPS-навигатор, и ты по номеру телефона определил, и так далее. А ты даже про это и не знал, что так можно. Ты это делал тактильно. Потом ты делаешь что? Берешь, особенно если вдоль дороги дома стоят, открываешь панораму, чтобы этот дом было видно по этажам. И в режиме реального времени начинаешь сканировать. То есть сканируешь, в какой части дома человек находится. Допустим, в левой либо в правой. То есть смотришь по энергетике. Раз, ага, в правой стороне. Есть, пошли ощущения. Говоришь, что ты находишься вот в этой стороне дома. Он говорит, да, откуда ты знаешь. Не, ну ладно, если там навигатор с GPS, да, там и так далее. Там он может дом как-то определить, возможно, я не знаю точно, но вроде как можно. Вот. А ты определил как бы эту сторону дома. Потом смотришь по этажам. То есть первый, да, этаж, там второй, третий. И начинаешь говорить. Ну, потому что там какие-то, может быть, помехи могут быть. Ну, к примеру, да, ты можешь чувствовать, что, что вот либо третий, либо там четвертый, да, этаж. То есть вот где-то там. Потому что там же все равно, ну, панорама, там все равно обзор не всегда можно корректно установить. То есть там как бы снизу иногда смотришь. И ты говоришь, ты вот на четвертом, либо на пятом этаже. И он говорит, да, откуда ты знаешь. Ну, то есть, да, между этих этажей. И начинаешь уже четко выбирать, какой конкретный этаж. Ну, это экстрасенсорика, дорогие друзья. Человека в багажнике машины найти не так сложно. Вот, Наталья пишет. Я так собаку нашла.